Вот смотрите, сейчас я вам объясню, для чего Господь сделал так, чтобы мы видели друг в друге самое лучшее. Помните, первая любовь моя земная, утро моих глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Так люди встретились, их взгляды встретились, они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Что это значит? Это значит, что Бог людям показывает самое лучшее в них. Для чего? Чтоб они потом это сами увидели друг в друге. Бог показывает человеке все самое лучшее. Зачем? Это демоверсия. Try and buy. Понимаете, демоверсия. То есть так все устроено, что тебе сначала показывают, к чему надо стремиться. Я как-то в одном православном произведении очень мудрую фразу прочитал, и я был в шоке, понимаете? Понимаете, этот православный священник, он не такой там завороченный, замороченный, как я. Его спросила одна прихожанка, как мне быть счастливой в семейной жизни. И он ей ответил одну фразу всего. Понимаете, я читаю много лекций. А надо было сказать одну всего эту фразу. Знаете, что он сказал? Он сказал, молись Богу о том, чтобы видеть своего человека всегда в жизни таким, каким ты его видела в первый раз. Все, этим все сказано. Это было чудо. Когда я эту фразу прочитал, у меня прямо волосы мои короткие дыбом стали на голове. Мне было так, я так удивился. И мурашки по коже пошли. Я был в шоке. Я смотрю, господи, какой мудрый человек. Почему? Потому что это описано в ведах. Что такое счастливое отношение? Счастливое отношение – это когда человек видит в близком человеке душу. Что значит душу? Это значит, что он видит в нем самое лучшее. То, что он видел в первый раз. Духовная чистота человеческая выходит наружу при первой встрече. И надо ее запомнить. Вспомни своего близкого человека, каким ты увидела его в первый раз. Вспомни это. Если не можешь вспомнить, молись об этой памяти. Когда человек молится Богу, Бог дает эту память. И когда близкий человек благодарным становится, благодарным, из него выходит отблеск того, что ты увидел в первый раз. Этот отблеск выходит из него. И он начинает вести себя по-другому уже. Понимаете? Он уже не так сильно кричит, когда надо кричать. Не так сильно злится. Не так сильно гуляет. Не так сильно выпивает. Он это все делает. То же самое делает, что делал. Но все это делает уже более тактично. Потому что благодарность не позволяет ему наглеть. Благодарность контролирует близкого человека. Она не дает ему наглеть. Есть еще одно удивительное свойство у благодарности. Знаете, какое свойство? Благодарный человек не может сопротивляться, когда его воспитывают. Потому что самое высшее проявление любви это воспитывать близкого человека, чтобы вы знали. Это самое высшее проявление любви. Когда человек может нежно, спокойно и ласково воспитывать близкого человека, это значит, что их отношения достигли высшего своего проявления. Обычно люди не могут воспитывать друг друга. Они боятся сказать друг другу правду. И когда они говорят правду друг другу? Когда они ругаются. Когда они ругаются, они всю правду матку говорят. Но в это время близкий человек не слышит ее, эту правду. Он не может ее услышать, потому что это очень плохо преподносится, жестоко. А обычно мы не говорим близким людям правду. Мы боимся, потому что это будет воспринято как обида. Но интересно знать, что если человек тебе сильно благодарен в жизни, то он не будет на тебя обижаться. Тем более, что ты уже знаешь, как надо говорить правду. Ты ее говоришь очень спокойно, ненавязчиво, не желая, чтобы она сбылась обязательно, а просто говоришь по факту. Пожалуйста, не ходи в грязных ботинках по дому. По факту просто. Может быть, он будет дальше ходить. А может быть, не будет, не имеет значения. Будет, да? Ничего страшного. Ничего страшного, это нормально. Надо просто говорить правду, если он тебя уважает. Если он чувствует благодарность, то обязательно это правда. Он делает так и убегает. Это только снаружи, только снаружи, снаружи. А внутри он так не может сделать, если он благодарен. Если вы действительно бескорыстно служите ему, то в какой-то момент благодарность вспыхнет в сердце, и вы то же самое скажете очень нежно, и он внешне сделает так, но ходить перестанет. Понимаете? Потому что это его судьба. Ваша судьба вам так делает, когда вы ему говорите, это не он делает, это через него ваша судьба. Она говорит, а ты еще не заслужила. Понимаете? Надо просто дальше ждать. Надо учиться правильно служить близким людям. Потому что просто готовить всю жизнь, и ждать, когда он тебя за это похвалит, это не способ быть счастливой. Это не поможет. Женщина должна учиться бескорыстно готовить. Это означает, что свое вот это вот ожидание счастья, она должна направлять Богу. И поэтому веды говорят, без Бога в семье жить невозможно, потому что к Богу надо надежду направлять. Женщина надежду на мужа направляет. Говорит, когда же ты, гад такой, изменять мне перестанешь? Сколько тебе положено, столько он будет тебя наказывать. Но если ты надежду на мужа, на Бога обратишь, то мужу придется перестать изменять. Потому что есть законы этого мира, а есть божественная сила. Законы нас наказывают, а божественная сила дает милость. Неожиданно приходит освобождение от наказания. Это по воле высших сил происходит, то есть по воле Бога. Но это надо понять на практике. Все, что я вам сейчас сказал, это бесполезно слушать, бесполезно. Это для вас просто теория. А я знаю, что так все происходит, потому что я так живу. У меня все так происходит. Если кто-то знает, что такое астрология, то я вам скажу про свой гороскоп кое-что хорошее. В седьмом доме, который является домом семьи, у меня стоит раху. И несмотря на это, у меня счастливая семейная жизнь. Вот вам астрология. Поэтому я знаю, о чем я говорю. Я все говорю, потому что у меня есть опыт. Ну то есть, согласно ведической астрологии, шансов нет вообще быть счастливым в семейной жизни в этом случае. А я счастлив в семейной жизни? Так вот, знайте, что счастье может прийти к каждому в личной жизни, если он делает все правильно. Следующий этап, когда появилась вот эта благодарность и сердце, это этап уважения. Сначала видите, этап нейтральных отношений, потом будет этап уважения. На этапе уважения ты уже знаешь, что все можно улучшить в личной жизни. У тебя появляется вера в свою семью. Ты уже понимаешь, что можно улучшить отношения. Можно. На этапе спокойной жизни думаешь, по крайней мере, я как-то передышусь, могу здесь жить еще как-то. А на этапе благодарности Бог уже показывает. Видишь, все правильно. Этот человек может приносить тебе счастье, если ты заслуживаешь этого. Есть и следующий этап. Этот следующий этап, он удивительный. Когда человек сдает свои экзамены в личной жизни, то тогда в отношениях вступает сила веры. Вера означает, что ты уже глубинные аспекты души видишь в близком человеке. И ты в это время уже начинаешь видеть его таким, как в первый раз. Но не так ярко, как раньше, но уже таким полностью. Ты не видишь в нем все другое. Тебя это не интересует. И этап веры, он удивителен, потому что на этом этапе близкие люди, они так сильно защищают друг друга, что они могут победить даже смерть. Если у человека по судьбе, допустим, не положено точно погибнуть, а какое-то испытание, которое может убрать его жизнь, то близкий человек молитвой спасает его. «Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от смерти меня темной ночью спасает». Помните песню эту? Это песня как раз о таких отношениях. А такие отношения существуют. Веда описывают, что молитва женщины может спасти человека от гибели на войне, если у них такие отношения, уже такие глубокие. Бог находится в этих отношениях уже, понимаете? Это очень высокий уровень отношений, но надо его заслужить. И следующий, самый последний уровень отношений, когда люди уже в следующей жизни опять находятся вместе, то есть это означает, у них уже духовные отношения, и они по жизни идут вместе дальше. В следующей жизни опять муж и жена, потом опять. И все выше и выше поднимаются они. Есть высшие планеты, есть низшие, они поднимаются выше и вместе. Это следующий этап называют искренности, этап искренности в отношении. Это означает, что они очень светло видят друг друга в своих сердцах, очень светло воспринимают. И Бог уже таких людей не проверяет через семью. Он им испытания где-то там делает, но не здесь. Так я вам рассказал, то, что должно произойти, это план на всю жизнь. Вот план на всю жизнь, мы расписали, теперь что делать? Первое, что надо делать, надо сказать себе, это моя судьба. Если не хочет расписываться, значит, ты скажи себе, что это моя судьба и распишись с ним в своем сердце. Веды говорят, один год живете вместе, все, муж и жена. Не надо глазки закрывать на это и думать, что вы просто бойфренд, геллфренд. Понимаете, вы муж и жена, все. Потому что, если у бойфренда и геллфренда рождается ребенок, то непонятно, кто он тогда. Чайлд френд, что ли? Я сейчас объясню, почему муж и жена. Потому что, когда люди вместе живут, какое-то время, год, у них сердца вот так переплетаются очень сильно, завязываются вот так. И если люди не понимают, что сердца уже завязались, и один человек просто уходит, типа бойфренд, я уже не френд, я пошел к другому френду. Вот раз и ушел, то он дырку делает в сердце, с мясом, кусок мяса вырывает у него из сердца. И тот вот так вот живет. Обычно это длится два года где-то, два-три года. Страдания такие жуткие. Когда кусок мяса вырывается из сердца, и тот думает, что он, у него на сердце висит этот кусок мяса. Я говорю про энергии. И он думает, что он теперь будет счастливо жить. Причем он не знает, что он как бы сделал там такую жуткую вещь. Он не знает об этом сам. Но интересно знать, что происходит в его жизни. Сейчас я объясню, я это исследовал. У женщин, когда они уходят от близкого человека, сердце становится холодным. А именно теплота женского сердца состоит в семью. И она в следующее отношение вступает, у нее красота есть, все есть, все как положено, ничего не изменилось. Все снаружи то же самое. Она в новые отношения вступает, и теплоты нет к этому человеку. Она чувствует, что он родным не становится. Она ждет, когда станет, а он не становится родным. И не станет, пока ты не будешь раскаиваться до последнего за то, что ты там сделал. И когда Бог тебя простит, тогда теплота пойдет. Чтоб вы знали, что значит уходить от близкого человека. Когда человек уже один раз раскаивался, он думает, нет, больше я уходить не собираюсь. Мне достаточно. Потому что раскаиваться в тысячу раз тяжелее, чем уходить. Это длительный, длительный процесс. Он может занимать год, полтора года, чтобы сердце освободилось от этой холода, который возник. У мужчин другая песня. Мужчина бросает, уходит от женщины. У него сердце становится очень горячим. Наоборот, от этого, то, что он получает, сердце становится очень горячим. И в результате он девушку уже получил себе, а ему этого недостаточно. Или второй вариант. Смотри, два варианта может быть. Первый вариант, как Бог наказывает такого мужчину. Первый вариант, сильное наказание. Он получил девушку, она хорошая, красивая, все классно, но ему мало. И он ничего с этим не может делать. Он с ней как бы начинает жить, и ему все равно мало. То есть ему надо еще куда-то, его тянет и тянет, тянет и тянет, и в конце концов он начинает гулять. Несмотря на то, что хорошая девушка, понимаете, он страшно страдает от этого, за то, что он там бросил кого-то. Обычно бывает не такой вариант. Я сейчас объясню вам обычный вариант. Классический. Вот бросил мужчина женщину. Классический вариант. Бог сразу дает ту, которую хочешь. Сразу прямо. И красивая, и хорошая, и классная, и все супер. И он влюбляется в нее по уши, думает, классная лекция, или иначе не работают. Хорошая девушка досталась, все гуляем, живем, супер, правильно сделал, что бросил. И когда он за несколько лет привязывается к ней хорошо, в это время он начинает наглеть в отношениях, все больше мучает ее, больше, больше, потому что, когда он сильно влюбился, он начинает эксплуатировать ее, чувства, ее характер. Понимаете, влюбленность это не любовь, это желание наслаждаться человеком. То есть, влюбленность что рождает? Ревность, контролировать желание человека, мучить его в сексе и так далее. И все это он делает. И она, когда она уже не может, она хрязь и уходит от него. если он вспомнил в это время, как он бросил и раскаялся, то дальше у него будет нормальная жизнь. А если не вспомнил, значит, будет вторая серия. Видите, как интересно. Поэтому и устроено в этом мире, что нельзя бросать близкого человека, потому что последствия плохие. Реально можно пострадать очень сильно. И люди ведь как говорят? Если тебя бросили, то мы говорим как? Меня бросили, да? А если я бросил, как мы говорим? Мы расстались. Интересно, да? Что значит мы расстались? Ты бросила или ты бросил, надо говорить. Не говорится. Почему? Потому что ты не хочешь в этом признаться себе. Почему? Потому что ты не знаешь, что тебя заставят в этом признаться. Судьба заставит. Она скажет, ну посмотришь, что будет дальше. Судьба это серьезная штука, с ней нельзя шутить. Очень опасно. Теперь я хочу перейти к следующей самой главной теме нашей лекции. Самой главной. Потому что это ключ к решению всех вопросов. Самое главное нужно понять, что такое отношение. Вот люди думают, они ищут и ждут отношений. Мужчина в основном считает отношениями это чувственную деятельность в семье. Вот что мужчина хочет в семье? Он хочет, чтобы была ласка во всем, чтобы к нему хорошо просто вели себя, относились. Женщина под отношением понимает совсем другое. Ей нужна беседа. Ей нужны ласковые слова, общение, взаимопонимание. Мужчине не нужно сильно общение, ему нужно поведение правильной жены. Но чего бы мы не хотели, все это не то, что надо делать. Знаете, что все, что мы хотим от семейной жизни, все это просто результаты нашего поведения, которое должно протекать вне отношений. Так вот, знайте, секрет заключается в том, что отношения друг с другом развиваются не тогда, когда ты рядом находишься с близким человеком, а когда ты находишься рядом с алтарем и молишься за то, чтобы увидеть чистоту своего близкого человека и служить ему честно в жизни. Честно означает видеть в нем чистоту. Человек, во-первых, должен знать, что чистота в этом мире есть. Чистота человеческая существует, он должен об этом знать. Это можно узнать только через отношения со святым человеком. Первый этап любой семейной жизни формирования это формирование внутренней жизни, внутренней. Вот, допустим, закройте сейчас глаза. Вспомните своего близкого человека. Три варианта будет. Первый вариант обида или неприязнь означает, что у вас нет отношений. Вы просто в иллюзии находите, что у вас есть семья. Ее нет. Это самообман. Второй вариант обычный просто человек означает, что у вас может быть семья. Вы живете просто так друг с другом. У вас что-то есть, но очень мало чего. Третий вариант светлый чистый человек. Перед вами предстает светлый хороший человек. И все плохое, что у них есть, вы не вспоминаете. Вспоминать самое лучшее это означает, что у вас есть семья. Если кто-то уже вспомнил чистое и светлое в близком человеке, значит, я не нужен вам. Вы уже все знаете, это я должен слушать вас, слушать, как вы мне что-то скажете. потому что мне всегда хочется таких чистых и светлых людей слушать, которые уже это знают. И никогда мне не надоест их слушать. Субтитры